всем привет друзья в этом видео я покажу как поменять трансмиссионное масло в коробке передач niva chevrolet первым делом нам нужно будет обязательно прогреть трансмиссию для этого нужно примерно километров 5-10 прокатиться на автомобиле после того как проехались на автомобиле выставляем его на ровную поверхность далее берем тоненькую отвертку и очищаем слюнную пробку от грязи после того как вычистили пробку от грязи откручиваем ее и сливаем масло также не забываем подготовить емкость которую будем сливать когда масло стечет откручиваем заливную пробку здесь она уже идет под ключик на 17 в моем случае объясняю почему так так как эта коробка 5 ступка у нее заливается по книжке 1 и 6 литров масла если заливать по уровню вот этой вот пробки то получается 1 и 4 литра обязательно нужно еще будет доливать 200 грамм если я сейчас откручиваю эту пробку 1 отсюда у меня потечет масло вся бачи на коробке соответственно будет масле чтобы этого не было сначала сливаю масло вот таким вот шестигранником откручиваем пробку шестигранником в таблице это неизвестно очищ Hey неизвестно а это неизвестно измельчанка отреагу смотрим чтобы на пробке не было крупных частиц металла вот такая стружка как моем случае это допускается также смотрите здесь вот небольшие такие волоски железные есть но я думаю это не критично если же у вас будут здесь крупные кусочки то возможно в скором времени потребуется ремонт коробки вытираем стружку тряпочкой откручиваем заливную пробку после того как масло стекло закручиваем обратно пробку заливать масло я буду таким вот медицинским шприцом он идет на 150 160 где-то миллилитров на конец него я делал кусочек шланги так как смотрите здесь стоит кардан и собственно подлезть шприцом будет мне удобно поэтому приходится немножко удлинять и таким вот образом задавлю туда масло сколько литров заливать масло спросите вы так вот смотрите в книжке картер коробки передач написано заливается 16 литра масла масло я буду заливать лукойл сразу говорю это не реклама как обычно ездил я просто на нем давно проблем никаких нету вязкость будет 75 в 90 самое главное чтобы было джелл 4 в коробку джелл 5 лить нельзя но есть еще такой нюанс друзья смотрите сейчас когда будем заливать масло автомобиль нужно будет заранее поддомкратить чтобы он у нас стоял так вот немножечко как это объяснить наискосок сейчас объясню вам почему смотрите так как у нас коробка пятиступка мне должно заливаться как я уже ранее говорил 16 литра масла вот это вот отверстие которое является контрольным она же и заливное с него потечет масло когда будет залито примерно 1 и 4 литра поэтому нужно будет автомобиль немножечко дам кратить наискосок и задавливать еще 200 грамм туда при помощи двух домкратов задрал автомобиль под колесо смотрите положил такой брусок естественно сделал все безопасно чтобы автомобиль не упал не скатился и и теперь щас буду заливать масло коробку передач литр масла я уже залил осталось 600 грамм чем хороша вот это вот канистра смотрите здесь есть вот такой вот мерничек сколько мне нужно столько сейчас налью сейчас буду еще немножко домкратить автомобиль так как смотрите осталось буквально грамм где-то 150 залить а уже с пробки закапала вот так вот мне пришлось поднять автомобиль от земли смотрите чтобы получилось залить 1 и 6 литра масла как по инструкции когда будете также делать не забывайте естественно про технику безопасности чтобы у вас ничего здесь не упало и собственно не придавило пробку я уже накрутил осталось ее затянуть ключом не забываем затереть все масляные следы тряпочкой также можно замыть чем-нибудь либо бензином либо очистителем карбюратора он хорошо отмывает масло ну вот и все друзья масло в коробке передач я поменял как вы заметили сложного здесь ничего нету самое главное залить 16 литра масла на пробку которая заливная и якобы является уровнем на нее ориентироваться не нужно потому что если залить по этот уровень у вас получится где-то 1 и 4 даже чуть чуть меньше литра и собственно если так ездить то в скором времени у вас пятая передача потеряется начнет ее выбивать многие же из вас наверно зададутся вопросом для чего тогда сделана эта пробка контрольным уровнем так вот объясняю этот уровень является для четырехступенчатой коробки передач вот в нее как раз и заливается приблизительно 1 и 4 литра масла но так как у нас уже 5 ступенчатая тут соответственно нужно залить 1 и 6 литра масла даже в инструкции это написано но пробку завод перенести забыл наверное надеюсь ролик вам понравился как обычно ставьте ваши лайки дизлайки пишите комментарии всем спасибо за просмотр всем пока